Конкурсная комиссия по выборам сети-менеджера состоит из 10 человек. Половина из них назначается главой Бурятии, вторая половина городским советом. Депутаты и администрация выдвинули 8 претендентов. Но большинством голосов в состав комиссии вошли Валерия Магыров, Геннадий Даршиев, Сергей Супоня, Александр Иренчеев и мэр Александр Голков. Все представители фракции «Единая Россия». Да, оппозиции не нравятся. Но эти вопросы надо было решать во время сессии или договариваться до сессии. Договариваться. Договоров не было. Мы могли договориться. Предложений не было. Была просто констатация. Вот мы пришли, мы выдвигаем. Разговаривать надо. Но я думаю, что и оппозиция будет учиться договариваться. Голосование проходило открытым способом, который депутаты намерены использовать и впредь. Для того, чтобы нам наиболее объективно все это прошло, давайте, пожалуйста, в соответствии со статьей 30 регламента Гороскова совета проведем голосование по данному вопросу. С карточками. С учетом голосов в счетной комиссии. Прием заявок от кандидатов на постсети менеджера Улан-Удэ начнется завтра. Правоучастие по закону имеет любой желающий. Сам конкурс пройдет 25 февраля. Борьба за должность обещает быть острой. Она всегда высокая конкуренция, учитывая мой опыт работы в предыдущей комиссии. Там было очень сложно работать, кстати. На комиссии там был разговор, там были такие тяжелые разговоры. Они хоть и в закрытом режиме проходили, я свидетель этого делал. Кроме того, депутаты рассмотрели и поддержали внесение изменений в республиканский закон об административных правонарушениях. Согласны им, может появиться отсутствовавшая ранее ответственность за нарушение тишины и покоя путем строительных работ, за размещение штендеров и складирование стройматериалов в неположенных местах. Штрафы за данные нарушения могут составить от 500 до 100 тысяч рублей. Алифтина Шаракшанэ, Даржичий Допов, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова